У нас в 2020 году в производстве отдела находилось 32 уголовных дела экономической и коррупционной направленности. В 2021 году количество дел подобной направленности, то есть коррупционно-экономической, увеличилось до 65. В 2020 году было направлено в суд 10 уголовных дел подобной категории. К настоящему времени, в 2021 году, мы направили 21 уголовное дело коррупционно-экономической направленности. Одна из ключевых задач, которую ставит президент, это защита прав и законных интересов бизнеса. Насколько известно, в производстве городского следственного отдела есть сразу несколько дел по довольно редкой статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Сколько таких дел за год доведено до суда и какие сроки получили обвиняемые? Ну и, может быть, расскажете, в чем трудности доказывания по делам этой категории. У нас имеется в настоящее время три дела по данной категории. Они связаны все с земельными правоотношениями, с правами на проведение аукционов, отказ в проведении аукционов, в даче и отказе в разрешении на строительство. Все эти уголовные дела связаны с администрацией, с должностными лицами администрации города Саратова. По указанным уголовным делам мы планируем принять решение в первом квартале 2022 года. Мы считаем, что они имеют судебную перспективу. По предварительной информации, которую я вам сейчас предоставлю, они будут объединены в одно производство, потому что там фигурируют одни и те же лица. И мы планируем их окончить в первом квартале 2022 года. Насколько нам известно, в производстве сейчас находятся у вас 5-7 дел по превышению должностных полномочий со стороны представителей, то есть сотрудников мэрии, администрации города. Вот каковы сейчас вот, есть перспективы этих дел? Может, сколько из них было уже передано в суд или сейчас рассматривает прокурор для передачи в суд? У нас действительно находятся уголовные дела, связанные в основном с земельными правоотношениями, находящимися на территории города Саратова, где фигурируют должностные лица администрации города Саратова. Действительно, в производстве отдела имеется порядка 5 уголовных дел в настоящее время, которые находятся в производстве. По указанным делам мы, они с нашей точки зрения имеют перспективу расследования, в том числе судебных перспектив. По части этих дел окончательное решение у нас будет принято в первом квартале 2022 года. Мы планируем по ним определить лицо, которое будет у нас подлежать привлечению в качестве обвиняемого, направить впоследствии эти дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из тех последних дел, которые мы направили в прокуратуру и в том числе в суд, это уголовное дело, которое у нас расследовалось по застройке проспекта Кирова, в том числе по необоснованной застройке территории участка земельного, находящегося около Детского мира. Оно в настоящее время у нас рассматривается в Волжском районном суде. Окончательное решение по делу еще не принято. Это Свериду, да? Это Свериду. Насколько известно, в Саратове возбуждено уголовное дело о ларичной махинации на Валево-Временном переулке, когда 8 земельных участков были фактически незаконно отчужденного города. Если возможно, расскажите, пожалуйста, фабуру этого дела и кому предъявлено обвинение. У нас в производстве действительно имеется подобное уголовное дело, где у нас фигурируют должностные лица администрации города. По данному уголовному делу у нас в настоящее время проводятся следственные действия, в том числе проводились недавно обысковые мероприятия. Мы считаем, что данное дело имеет судебную перспективу. Там действительно когда-то в 2005 году было предоставлено двух физическим лицам земельные участки с торговыми павильонами. Впоследствии данные торговые павильоны с земельными участками были выкуплены одним из физических лиц. После чего у нас у данного физического лица данные земельные участки вместе с ларьками были изъяты. Переданное у нас договором меры, и этому данному физическому лицу было предоставлено порядка восьми земельных участков муниципальных. В замену данных ларьков и тех земельных участков, находящихся на улице Вавилова. Мы планируем по данному делу принять окончательное решение в первом полугодии 2022 года. Причина может быть быстрее, но большой объем следственных действий и экспертиз, которую мы назначили, может не позволить нам раньше принять окончательное решение, но мы считаем, что дело имеет судебную перспективу. То есть там конкретного обвиняемого пока нет? Пока нет возбуждено по данному факту три уголовных дел, которые будут соединены впоследствии в одно производство. Да, дела все были возбуждены по факту. По информации нашей редакции, городским следственным отделом проводится доследственная проверка в отношении Евгения Дынина, бывшего помощника Кугачевского межрайонного прокурора. И, опять же, насколько нам известно, его разработка ведется еще с октября прошлого года. До сих пор уголовное дело так и не возбуждено. Вот с чем связано затягивание принятия процессуального решения? Оказывалось ли на следствие какое-то давление с целью не допустить возбуждения дела? Когда материалы в отношении Евгения Дынина поступили в следственные органы? Ну и, если ответить на предмет причастности, к какому преступлению он проверяется? У нас действительно находился материал проверки, где фигурантом по данному материалу являлся гражданин Дынин. Материалы нам поступили оперативные из Федеральной службы безопасности области. По данному материалу мы провели проверочные мероприятия, после чего для принятия окончательного решения данный материал был передан в следственное управление области. В отдел по расследованию особо важное дело. В настоящее время, насколько мне известно, материал находится там, но прокомментировать какое там принятое решение я не могу. Вы проверяли на предмет какому преступлению? Мы проверяли на предмет совершения коррупционного преступления. То есть конкретизировать не можете? Мы в материалы поступили по получению денежных средств от одного из предпринимателей, который находился в Пугачеве.